Сахарный диабет второго типа, распространенные заболевания. Принять участие в программе Ирины Слуцкой откликнулись многие. Депутат Московской областной думы открыла несколько школ скандинавской ходьбы для людей, страдающих этим недугом в Подмосковье. Одинцовский район вошел в пилотный проект. Очень хочется, чтобы этот проект продолжался и продолжался он не только для людей с сахарным диабетом, потому что скандинавская ходьба – это профилактика и сердечно-сосудистых заболеваний, и профилактика органов дыхания. Очень разносторонние, скажем так, и фактически нет противопоказаний. Единственное противопоказание – это когда перед тем, как выйти, скажем так, на прогулку, у человека не будут в норме анализы, не будет в норме давления. То есть, когда эти показатели зашкаливают, безусловно, такого человека не будем рекомендовать ему ходить. Опять-таки, надо не забывать, что врачи всегда присутствуют, и людям, которым, может быть, через месяц покажется, что они прекрасно все чувствуют, а это действительно будет так, главное, чтобы они не посчитали, что они полностью здоровы и готовы все сами делать. Это будет большая ошибка. Ни в коем случае нельзя отказываться от врача и от приема препаратов. Это первое, что, как бы, в любом случае будет ввести это заболевание. Одинцовская центральная районная больница поддержала идею депутата. В Центре здоровья открылась первая группа. Тренеры из Москвы обучают участников правилам скандинавской ходьбы. Мы работаем с больными с сахарным диабетом второго типа. Значит, как правило, значит, вот это заболевание, оно сопровождается и повышенным артериальным давлением, и лишний вес, как правило, у этих больных присутствует. Они гиподинамичны, то есть они мало двигаются. И поэтому любая физическая нагрузка, она, в принципе, является, ну, как бы, достаточно стрессовой, или любой вид спорта, которым они начнут заниматься. Чем хороша именно скандинавская ходьба? Первое, то, что очень легкий вход. Мы можем регламентировать эти нагрузки, мы можем давать их постепенно. То есть мы можем начать с самых простых каких-то вещей, и постепенно, человек все равно ходит. Вот. Но прелесть заключается в том, что при обычной ходьбе у него задействовано 45% опорно-двигательного аппарата, а при скандинавской работает 95% мышц, суставов и так далее. Мы можем постепенно, регламентированно увеличивать и увеличивать эту нагрузку, начиная с самой маленькой, той, которая необходима именно данному человеку. Все занятия проходят при полном медицинском сопровождении. До и после урока обязательно измерение давления и уровня сахара в крови. Люди при сахарном диабете имеют повышенный уровень глюкозы. И для их лечения в первую очередь идет диета и физическая активность, а затем уже все сахароснижающие препараты. И физическая активность имеет огромное значение для нормализации уровня глюкозы в крови. Поэтому этот проект нацелен на то, чтобы показать человеку, насколько это важно иметь физическую активность. Участники проекта уже ощутили на себе полезные действия скандинавской ходьбы и пообещали продолжать и дальше активно заниматься этим видом спорта. Мы приходили здесь, делали только гимнастику. И я приходила, измеряла сахар дома. То есть он у меня был 4-0, а у изъяло около 6-ти был. То есть я думаю, что очень даже. Вот следующее занятие у нас будет уже с измерением сахара, контроль сахара будет. Поэтому я думаю, что у всех будут такие показатели. Набор в группы открыт. Любой житель района, страдающий сахарным диабетом второго типа, может прийти в Центр здоровья Одинцовской ЦРБ и записаться на посещение курса. Участники проекта полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Эти занятия не помогут избавиться от болезней, но помогут сделать жизнь людей более качественной и комфортной. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.